Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема лекции – основные концепции реляционной базы данных. В основе реляционных систем лежит реляционная модель данных. Принципы реляционной модели были заложены в 1969-70-х годах американским ученым Коддом, в то время работавшим в корпорации IBM. Будучи математиком по образованию, он привнес в область управления базами данных строгие математические принципы и точность, которых не хватало ранним системам. Хотя реляционный подход утвердился не сразу, можно отметить, что почти все созданные с конца 70-х годов продукты баз данных основаны именно на реляционном подходе. Подавляющее большинство научных исследований в области баз данных в течение последних 35 лет также проводилось именно в этом направлении. Рассматривая и постепенно уточняя основные понятия реляционной модели, будем иметь в виду три компонента модели данных. Структуры данных, операции, которые можно выполнять над данными и ограничения, связанные с обеспечением целостности данных. Основной структурой данных в реляционной модели являются таблицы, называемые в реляционной теории отношениями. Собственно, от термина отношения и произошло само название модели – реляционная. На рисунке приведен пример такой таблицы отношения и пояснения основных терминов реляционной модели. Отношения – это таблица, подобная приведенной на рисунке, состоящая из строк и стопцов, и имеющая вверху строку, называемую заголовок отношения. Строки таблицы отношения называются кортежами, а столбцы – атрибутами. Количество кортежей в отношении называется кардинальным числом отношений, а количество атрибутов называется степенью отношений. Каждый атрибут в отношении имеет наименование, которое указывается в заголовочной части отношения. Ключ отношений – это атрибут или набор атрибутов отношений, такие, что в любой момент времени в отношении не существует строк, для которых значение или комбинация значений ключевых атрибутов является одинаковыми. Ключ, таким образом, является уникальным идентификатором кортежей отношения. Домен отношений – это множество значений, из которого могут браться значения конкретного атрибута. То есть, конкретный набор значений атрибута в любой момент времени должен быть под множеством значений домена, на котором определен этот атрибут. Значения атрибута, которые отсутствуют в множестве с задаваемым доменом, являются недопустимыми. Понятие домена является важным для реляционной модели. Домен фактически задает ограничения, которым должны удовлетворять значения соответствующего атрибута. Как уже отмечалось, приведенные выше определения не являются строгими. Такие термины, как таблица, строка, столбец, строго говоря, не являются полностью эквивалентными используемыми в реляционной модели математических понятий отношения. Кортеж – атрибут, соответственно. Однако на практике их часто используют именно как синонимы, что в общем допустимо, если при этом понимать, какой действительно смысл вкладывается в эти термины. Основные задачи проектирования баз данных – обеспечение хранения в базе данных всей необходимой информации, обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам, сокращение избыточности и дублирования данных, обеспечение целостности данных, правильности их содержания, исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери и так далее. Основные этапы проектирования баз данных – концептуальное проектирование, построение формализованной модели предметной области. Такая модель строится с использованием стандартных языков средств, обычно графических, например, ER-диаграмм, диаграмм сущной связи. Такая модель строится без ориентации на какую-либо конкретную СУБД. Основные элементы данной модели – описание объектов предметной области и связей между ними, описание информационных потребностей пользователей, описание основных запросов в базе данных, описание алгоритмических зависимостей между данными, описание ограничений целостности, то есть требований к допустимым значениям данных и связям между ними. Логическое, датологическое проектирование – отображение инфологической модели на модель данных, используемую в конкретной СУБД. Например, на реализационную модель данных. Для реализационной СУБД датологическая модель – набор таблиц, обычно с указанием ключевых полей связей между таблицами. Если инфологическая модель построена в виде ER-диаграмм или других формализованных средств, то датологическое проектирование представляет собой построение таблиц по определенным формализованным правилам, а также нормализацию этих таблиц. Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован. Физическое проектирование – реализация датологической модели средствами конкретной СУБД, а также выбор решений, связанных с физической средой хранения данных, выбор методов управления дисковой памятью, методов доступа к данным, методов сжатия данных и т.д. Эти задачи решаются в основном средствами СУБД и скрыты от разработчика БД. На этапе инфологического проектирования в ходе сбора информации и предметной области требуется выяснить основные объекты предметной области, объекты, о которых должна храниться информация в базе данных, атрибуты объектов, связи между объектами, основные запросы к базе данных. Принципы разработки многопользовательских баз данных должны сводиться к соблюдению двух обязательных условий системного подхода и стандартизации. Системный подход к разработке информационной системы означает, что такая система рассматривается как большая система, состоящая из некоторого множества взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов. При проектировании информационной системы необходимо соблюдать следующие принципы. учет интереса всех потенциальных пользователей систем, модульные принципы разработки и внедрения. Стандартизация разработки информационных систем, учитывая их многопользовательский характер, имеет следующие аспекты информационный, программный, аппаратный. Стандартизация информационного обеспечения обусловлена принципами компьютерной обработки символьной информации, так как объекты баз данных должны однозначно распознаваться компьютером. На этом наша тема завершена. Спасибо за внимание.